Буквально прочитала я новость несколько дней назад, что в России в этом году будет зафиксирован самый низкий темп производства мяса 0,5 процента. А так ли это, учитывая вчерашнее обсуждение, местной конгресс? И с чем это связано? Что говорят сами производители, ритейлеры, поставщики? Да, тоже прочитала такую информацию. Хочу подтвердить, что да, действительно, это правда. Но это больше положительная новость, потому что мы идем от насыщения рынка. На самом деле, производство птицы уже более чем 2 года назад достигло своего пика. Предложение превысило спрос, поэтому, да, производители приняли решение, что они сокращают производство. То есть мы сейчас потребляем меньше, чем они производят. Если касается свинины, то буквально в этом году, да, действительно, тоже производство достигло своего пика. Поэтому ситуация примерно аналогичная. Если мы говорим про говядину, то, к большому сожалению, пока производство сильно отстает от потребностей рынка, мы не можем быть оторваны от ситуации в целом в мире. Потому что, значит, самая главная проблема прошлого года и ту, которую вчера активно обсуждали и которую упоминали все спикеры, это африканская чума свиней. Она появилась в Китае более чем полтора года назад и более 2 миллионов голов свиней страна вынуждена была, соответственно, утилизировать. Значит, сейчас поголовье та же проблема постигла во Вьетнаме, и поэтому в основном это касается способных хозяйств, а африканская чума, она в основном идет, большее распространение имеет в способных хозяйствах. Поэтому, если мы говорим про Азию, то очень большая проблема, соответственно, возникает мировой дефицит. Наши производители, наверное, будут иметь возможность свои мощности перенаправить на экспорт. То есть получено разрешение, 7 российских птицеводческих хозяйств получили разрешение на экспорт птицы, поэтому я считаю, что это позволит нам сохранить темпы прироста поголовья птицы и сохранить рабочие места прежде всего. То есть эти сокращения, они не связаны, снижение роста, точнее, не связаны с тем, что покупательская способность снижается? Нет, никаким образом. Птица является самым дешевым белком, и сейчас средняя стоимость целой тушки составляет примерно 105-110 рублей, продажная цена на полке. Да, конечно, немножко доходность у птичников уменьшилась, она не 10-15%, как это было около 10 лет назад, немножко доходность у них упала, но я считаю, что этого достаточно для того, чтобы производить товар, для того, чтобы его продавать и получать доход, соответственно. Как у нас обстоят дела с импортом мяса в последнее время? Мы вынуждены импортировать говядину, потому что говядина у нас идет на мясопереработку, это производство колбасы и деликатесов, и, соответственно, да, этого вида сырья у нас не хватает. Мы сейчас, племенная работа идет в стране, соответственно, мы восполняем поголовье. К большому сожалению, по говядине крейс, мы это называем крупный рогатый скот, такая работа началась не так давно, занимаются эти многие хозяйства, и первый у нас пионер в этом – это компания Мираторг. Они производят очень много видов, как традиционные говядины для потребления, так же и сырья для мясопереработки. И сейчас этим занялись очень многие наши коллеги, и спасибо им большое. Надеюсь, что займет какое-то время, чтобы восполнить этот дефицит тоже. Если говорить о том, что население потребляет птицу, говядину, свинину, как-то фокус потребления от одного вида мяса к другому смещается? Да, конечно. Самый, как я говорила, у нас самый дешевый, соответственно, самый популярный вид белка – это курица. Но те тренды и те тенденции, которые есть на рынке, они не могли обойти нашу отрасль. И поэтому ЗОЖ, который у нас сейчас – это потребление индейки, соответственно, у нас, слава богу, не так сильно ударило по этой отрасли, хотя тоже были проблемы. И поэтому производство индейки растет, и производство потребления, как говорили, за прошлый год прирост составил около 40%. И этот тренд сохраняется. Суждались ли вообще вопросы вчера, например, собственных торговых марок и собственного производства? Да, конечно, было очень бурное обсуждение, потому что, как мы все время говорим, может быть и дифференциация, может быть коллаборация. То есть, если говорить простым языком, тот, кто продает, он теоретически должен продавать, но он идет и в производство, а тот, кто производит, он идет в торговлю. Поэтому интересы тут пересекаются. Вчера было очень бурное обсуждение, нужно ли продолжать каждому охватывать полный цикл, то есть производителям продавать, а ритейлу создавать собственные производства. На самом деле было принято решение очень важное вчера, так как форум первый раз собрался в таком составе, и все сказали большое спасибо. Значит, у нас были и национальные ассоциации, свиноводы, птицеводы, национальная мясная ассоциация, мясопереработчики. Также были представители почти всех крупных современных сеток, не буду называть. И мы обсудили, что мы встречаемся и обсуждаем вопросы, в том числе и собственных марок, и вопросы собственного производства. Потому что очень многие, в частности выступал представитель Ашана, Ирина, и говорил о том, что они построили завод только лишь потому, потому что обсуждение ассортимента, ценообразования, каких-то потребностей, которые видит только ритейл, непосредственно общаясь на полке с покупателем, не находит отклика или не находит такого большого отзыва, фидбэка от производителей. То есть есть запросы стороны покупателя, но, к сожалению, производители или не могут, или не хотят воспроизводить и заполнять полки, соответственно, отвечая чаяниям покупателя. Поэтому ритейл вынужден строить собственные заводы и организовывать собственное производство. В то же время производители точно так же открывают собственные магазины, открывают собственную розницу. Трудно попасть на полку. Да, потому что, нет, так вопрос не звучит. Ну, в общем, я считаю, что это вопрос отсутствия, скажем так, диалога и взаимопонимания. Поэтому мы согласовались, что будет диалог. Ритейл, производитель и национальные ассоциации, которые за круглым столом будут решать такие вопросы. Такое решение было принято. А вот если все-таки говорить о трудности попадания на полку, как вы считаете, вот, допустим, какому-то небольшому региональному производителю курицы, например, условно, легко попасть на полку к тому же Ашану, пройти вот все вот эти требования? Хочу сказать, что у нас есть штампы, то есть попасть на полку – это миф, трудность попасть на полку. Дело в том, что многие производители сами не готовы отвечать требованиям ритейла. То есть производитель должен быть готов к современной торговле. К сожалению, такие мелкие производства не могут, то, что вы назвали, попасть на полку, лишь только потому, что они не соответствуют стандартам качества. Они не могут обеспечить упаковку, не могут обеспечить объем, бесперебойность поставки, то, что мы называем дистрибьюцией, и ценообразование. То есть если производитель хочет участвовать в диалоге с покупателем не только сам, а через крупного ритейлера, он должен быть технически, психологически и в других аспектах готов это делать. Многие просто не готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова